Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс 6 дождик. Опять дождик. Ну ладно, смотрим какие новости у нас. Так, в Белгородской области восстановили поврежденную обстрелами сеть электроснабжения. Ну пора опять обстреливать. Так, ладно, смотрим. А, вот здесь еще в ленте новостей. Басманный суд в Москве. Ой, ой, ой. Самый страшный суд в мире. Заочно арестовал журналиста Невзорова. Да, так же он заочно его расстрелял. Ну хорошо, ладно. Так. В Варшаве. На Варшаву. Так. Ну-ка что? Заявили, что польские военные уже участвуют в боях на Украине. Да ну и правильно. Так. В России могут остановить производство процессоров Баклан. Ой, нет. Байкал. Из-за санкций Британии. Так это же чисто русский процессор. Да вы что из-за санкций? А что они? Просто испугались, что ли? Ну вот так. Не будет больше Бакланов. Так. НАТО. Чего НАТО? Американский отставной генерал, двоеточие, НАТО отправляет недостаточно оружия Киеву. Да, конечно, недостаточно. Больше. Больше надо оружия. Еще столько областей не обстреляно. Так. Да, война пришла на территорию России. За что боролись? На то и напоролись. Русада пожизненно дисквалифицировала четырех врачей из Центра спортивной медицины Чувашии. Ух ты. На Русаду наложена санкция. Ну, они решили тоже немножко побушевать. Да, врачей дисквалифицировали. Дело врачей. А как же? Так. Вон, говорит, дед, параличом разбитый. Бывший врач-вредитель. Евросоюз предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву. И тут в скобочках мелким шрифтом. И ее хахаря тоже. Да, конечно, давно пора. Так. Джонсон и Зеленский обсудили представление Киеву нового оружия. Правильно. Вот. Так. США назвали виновников ошибочного подхода Германии к России. Кто? Макрель. Конечно, Макрель. Она сотрудничала. Ах ты. Ну, тут еще несколько. Да вы их не знаете. Так. Я тоже не знаю. Путин поговорил с премьером Израиля после слов Лаврова о Дитлере и евреях. Да. Ранее Израиль потребовал извинений. До слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о евреях. Так, так, так. Хорошо. Хорошо. Ну, ладно. Поговорили. Дальше что еще? Дальше меня опять Russia Today проверяет. Ну, и что она? Так. Опрос. Двоеточие. Почти 60% россиян планируют смерть... Смерть. Ой, нет. Нет, не смерть. Смотреть парад победы. Ну, это одно и то же. Смотрите, смотрите. Так. Собянин добавил российский препарат Пролголимаб в перечень лекарств от рака. Вот, Собянин теперь главный по раку. Я вам говорил, Путин главный по диабету, а Собянин... Ну, они разделили по раку. Так. Ладно. Хорошо. Посол Китая в РФ заявил... Ну-ка, что он заявил? Что китайские автомобили нарастят долю на российском рынке. Ну, будете ездить? Да, вот. Китайский автомобиль. Ну, и хорошо. Ну, ладно. А что, Жигулей уже нету? А там еще были эти... Москвичи, Волги, Уазики. Ничего нету. Так. Самара у меня не открывается. А почему? Сейчас посмотрим, что здесь было. Та-та-та-та. Самара. Ой, ребята. Прямо на асфальт из окна восьмого этажа выпал пятилетний малыш. Самара не открывается. Вчера открывалась. У меня заголовок сохранился. Так. На северо-западе Москвы машина сбила пожилую женщину и ребенка в коляске. Так. Здесь уже на украинцев никак не свалишь. Так. Попу. Чё Попу? Ах. Популярный российский блогер попал в смертельную аварию в центре Москвы. Николай Лебедев какой-то. Неко Глай его ник. По его данным, по его данным, этот телеграм-канал какой-то, значит, Порше блогера врезался в другой автомобиль. В результате погиб человек, пострадали четверо. Григорий Лепс даст два закрытых концерта в Екатеринбурге. Один из них для раненых в спецоперации. Ну, другой, наверное, для умерших, для погибших в спецоперации. Ну. Так. В Башкирии с рельс сошёл грузовой поезд с семью с тестернами и вагоном. Всё. Сошёл, да. Шёл, шёл и сошёл. Ну, ладно. Так. Киев. Чего Киев? Киев нацелился на уничтожение Крымского моста. Давно пора. Давайте. Ну, это хорошо. Так. Сад памяти. Сад памяти. У братской могилы в белорусской деревне Станьково посадили тридцать... Ой. Туй. Туй. Я чуть было не сказал. Да. Тую. Стоит статуя в лучах заката. А вместо туя... Ну, в общем, опять начинается победа бесе. Вот они все в ленточках этих колорадских. Туёв сажают. Так. США хотят вооружить ВВС Турции истребителями Ф-16 за борьбу против РФ. Да, конечно, да. Это награда. Ф-16. Ещё Ф-35. Ф-47. Ф-99. Давайте. Вооружайтесь, Турки. Володин заявил, что мобилизации в России не будет. Не будет мобилизации. Ну, его-то, конечно, не мобилизуют. Ладно. Хорошо. Опять Володин. Плешивый. В Думе заявили, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в рамках обороны. Да. Ну, это вот они всё сказочки, повторяют путинские. Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил антикартельный законопроект. Это что такое? Чтобы Трамп не каркал, что ли? Антикартельный. Ну, в общем, одобрились. Вам зачем это надо? Это всё в Америке. Это очень далеко. Лукашенко назвал условия, при котором конфликт на Украине быстро закончится. Если США прикажут Украине прекратить бои, то конфликт закончится за неделю. А если США прикажут Украине разбомбить Москву, так это вообще за один час. Так, вот так. Это я так думаю. Лукашенко, как настоящий президент, что-то выступает. Ох, теперь меня Russia Today проверяет. Ну, сейчас посмотрим, что здесь было. Так, выпал из окна. Нет, это уже выпал. Лукашенко. Так, англичане на машинах прибыли в Бучу из Львова для съёмок провокации. А, ну вот он сейчас даже здесь показывает, откуда они прибыли. Да, из Львова. В Израиле заявили, что Путин извинился за слова Лаврова о Гитлере. Я сомневаюсь, Путин никогда не извиняется. Ну, ладно. Так, Лукашенко предупредил Украину, о ещё более серьёзном российском оружии. Ух ты! А чё Лукашенко-то предупреждает? Я вам сейчас покажу, какое у них оружие ещё более серьёзное. Так, в Подмосковье ребёнок пострадал от выстрела. Господи, из пневматического оружия. В Пушкину неизвестный выстрелил из пневматического оружия в ребёнка на детской площадке. Ну, как вот это вот так, а? Непонятно. Так, в Москве поймали кого-кого? Похитителей зубной щётки. Ну, это вообще, это подвиг. Подвиг наградить. Да, двух мужчин, значит, поймали. Они под видом покупателей украли электрическую зубную щётку и косметический крем на закуску, что ли? А щётка зачем? Ну, вот так вот. Поймали, да. Ой, ёлку. Так, в Пермском крае сильный ветер снёс автобусную остановку для школьников. Да, вот она, покатилась, покатилась, покатилась. Ветер. Хорошо, там не было детей. Так, в Пермском крае бездомный мужчина пытался изнасиловать сотрудницу аптеки. Пытался. А вот дальше, прям так интересно, пьяный бездомный мужчина днём пришёл в аптеку с ножом, угрожал работнице и попытался её изнасиловать. Женщина сильно сопротивлялась, смогла вырваться и обезоружила злоумышленника. Нифига себе аптекарша, молодец. После этого мужчина украл из аптеки четыре флакона спирта и скрылся. Так что ему нужно-то было? Определился бы хотя бы мужик. Главное, обезоружил она его, а он потом всё-таки украл. Ну, ладно. И вот с Твиттера есть интересный здесь аккаунт. Вот есть такое слово «медуза». «Медуза». А вот теперь представьте, что вместо «ме» значит слово «пез». А дальше всё как в «медузе». Ну, и вот интересно, они так пишут. Так, смертность евреев в Израиле гораздо выше, чем в других странах. Лавров представил неопровержимое доказательство еврейского антисемитиста. Да, в Израиле евреи, у них смертность там гораздо выше. Да. Так, дальше. А ниже. Никакой мобилизации. Путин пообещал 9 мая объявить спецоперацию по набору военного персонала. Но это не мобилизация. Вы что? Так, они же. Люцифер выступил против введения санкций в отношении патриарха Кирилла. Да, они друзья большие с Люцифером. А вы не знали? Так, ещё. Собянин. Московские автозаки оборудуют кофемашинами. Да. Ну, я вам рассказывал, что туалетами собираются специально для беременных. Ну, автозаки оборудовать. Так, что ещё? А ниже. Я только их сегодня читаю, потому что так у меня лента так и не работает. Я вот вчера на них попал, на эту медузу через букву ПЕЗ. Ну, вот набрал. Так. Путин заявил, что согласен на встречу с Папой Римским, если тот приедет без креста и святой воды. Вот так, ребята. Так, ещё. А ниже. Минфин Франции предупредил о банкротстве из-за затрат на мобильную связь Макрона. Так. И последнее от них. Своих не бросаем. Путин пообещал в условиях ядерной войны выплатить 10 тысяч рублей всем малоимущим. Так. Если это сказать по телевизору, ведь поддержат и будут топить за ядерную войну. Ну, точно, ребята. Вот так. Вот такие новости с утра. Там посмотрим, что идёт. Пока. С вами доктор Влад. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует в... Продолжение следует...